Это программа День Столка. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. И снова не уследили. Из окна бийской многоэтажки выпал полуторагодовалый малыш. День Столка. Страгодовалый ребенок выпал из окна в Наукограде. Следователи начали проверку по данному факту. Инцидент произошел накануне 2 июля. По данным следствия, в тот момент, когда родители отвлеклись, маленький ребенок залез на кресло, потом на подоконник и оперся на противомоскитную сетку. Она не выдержала, малыш упал вместе с ней. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу. Прокуратура и следствие выясняют подробности произошедшего. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также условия проживания и воспитания ребенка в семье. В результате проверки будет принято процессуальное решение. Добавим, правоохранители призывают родителей несовершеннолетних быть бдительными и не оставлять детей без присмотра. Так, в прошлом году в Крае произошло несколько случаев выпадения детей из окон. Среди них есть и со смертельным исходом. В Крае заработала единая служба неотложной помощи. По известному многим номеру 103 теперь можно вызвать не только бригаду скорой, которая приезжает за 20 минут, но и неотложную помощь. Ее специалист доедет до больного в течение двух часов. Причем это будет врач поликлиники, за которой закреплен человек. Уже неделю в таком режиме работают два барнаульских медучреждения, третья и четырнадцатая поликлиники. Как на практике эту помощь оказывают и зачем потребовалось вводить подобные изменения в нашем сюжете. 103 номер, который жители Краевой столицы должны знать наизусть. Теперь диспетчеру можно звонить не только, если требуется скорая помощь, но и неотложная. Разница в том, что бригада скорой долетит за 20 минут, фельдшер неотложный, обязан посетить больного в течение двух часов после вызова. Кому и какая помощь нужна, определит диспетчер. Видит, что подозрение на какую-то острую патологию, это может быть инсульт, инфаркт, это может быть просто плохое состояние, когда сразу не поставлен диагноз. Но по имеющимся параметрам, температура, наличие одышки, наличие каких-то жалоб, этот оператор определяет его как экстренный и отдает бригаде скорой помощи. Но если человек жалуется, к примеру, на давление, но его показатели не угрожают жизни, на боль в спине или животе, но это не сопровождается тяжкими симптомами, операторы перенаправляют вызов в колл-центр поликлиники по месту жительства. Вызов сразу высвечивается на экране, и с этого момента отчитывается два часа на обслуживание такого вызова фельдшером. В третьей поликлинике за неделю эксперимента, таких неотложных вызовов в день было не больше двух-трех. На данный момент у нас три вызова, на один из которых он уехал, и два стоят в ожидании. То есть пока он не поставит, что он отработал первый вызов, другой вызов у него там в этой программе, он будет стоять как в ожидании, то есть он будет гореть там красным, будет это все выделено. А человек вот этот фельдшер, он успеет? В течение двух часов, ну то есть они же все равно поступили не сразу подряд, а допустим там с разницей, там в 20, в 15, в 30 минут. И в принципе это все же в зоне обслуживания поликлиники. Если будет рост заболеваемости, и какая-то бригада не будет успевать в течение двух часов обслужить этот вызов, этот вызов будет оператором, 103 передан на ту бригаду, которая свободна. Если в нашем случае не будет фельдшера, который сможет обслужить, я думаю, что наш вызов будет обслужен поликлиникой ближайшей первой, горбольнице номер 5 и так далее. Неотложную помощь фельдшеры поликлиник оказывали и раньше. Теперь у них при себе планшет, в котором содержится вся информация о вызове и отчет по нему. С собой, как и у бригад, скорой, набор лекарств, термометр, пульсометр, аппарат для снятия ЭКГ. Есть ли такие, где все-таки требуется скорая помощь? Ну, если госпитализация нужна тяжелых больных, но в основном давление, остеохондрозы, температуры, ну, такие вызова. В Наукограде вызывать врача по номеру 103 начали еще в сентябре 23-го. Спустя почти год специалисты говорят, это было правильное решение. Единый контроль. Не каждое учреждение само что-то делает, а здесь уже единообразие в подходах во всем. Это, во-первых. Во-вторых, как ни странно, мы добились увеличения бригад и добились увеличения вызовов на поликлинике, на неотложную помощь. И в то же время это нам помогло снизить количество вызовов во время работы бригад неотложной помощи на скорую помощь города Бийска и Бийска медицинского округа. В Третьей Барнаульской поликлинике нам пояснили, что записаться на прием к врачу по-прежнему можно, обратившись в саму поликлинику. Также, если у лежачих закончились лекарства или им требуется продлить больничный. 103 – лишь номер для вызова врача на дом при остром заболевании. Он заменяет запись на госуслугах. Пока такая система действует во взрослых поликлиниках. Для вызова врача деткам все еще доступно старое. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. По ножовщину устроили несовершеннолетний в Барнауле. На улице Челюскинцев девушка-подросток пырнула парня ножом и убежала. Рану она нанесла серьезную, попав между желудком и почкой молодого человека. Весь тротуар был залит кровью. Пострадавшего увезли в больницу. Полиция Центрального района проводит проверку. Все участники инцидента установлены. Работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. По другим темам практически без автобусного сообщения остался Барнаульский микрорайон Куита. По словам местных жителей, в ожидании общественного транспорта на остановке они вынуждены проводить неприлично долгое время. Если раньше, говорят люди, единственный автобус «девятка» ходил с интервалом примерно в 40 минут, то сейчас в 3 часа. Горожане считают, что перевозчик часть машин перевел на садоводческие, более прибыльные маршруты. И просят обратить внимание власти на их проблему. Тему продолжит Данил Кузнецов. Жители Куиты ждут автобус, как дождь в зной. Он здесь ходит один-единственный – «девятка». Ждать его на остановке, по словам местных, приходится по 3 часа. А ведь населенный пункт не просто в черте города. Недалеко от улицы Попова. Постоянно не уехать ни в поликлинику, ни в школу детей, ни в садик. Представляете, мы каждый раз, чтобы уехать на работу или приехать, в такси к нам не хотят ездить. Они задирают цены ужасные. С силикатного ежедневно я хожу пешком, каждый божий день. Потому что то я не попадаю по времени, но даже если я попала по времени, нет транспорта. Сколько это в километрах? До Куйтинской остановки 2, что-то прям с копейками. По контракту в микрорайон должны ходить 3 автобуса с интервалом не больше, чем в час. Но на деле зимой не все машины выходили на линию, поскольку регулярно возникали поломки техники. А в теплый сезон, хоть к этому времени и закупили новые машины в лизинг, возникла другая проблема. Люди считают, что перевозчик часть машин перевел на другие – дачные, более прибыльные маршруты. У этого перевозчика еще есть садоводческие маршруты, практически все. И ему получается выгоднее пустить туда «Газель», чем на нашу «Девятку». Однако сам перевозчик объясняет, что временная проблема возникла по другой причине. «Ходят два автобуса, и это последние 4-5 дней проблема. Один водитель умер и была в жара под 30 градусов. У водителей все возрастные давления. Медики не всегда выпускают водителей. Поэтому бывают перебои. Регулярность по договору должна быть не менее 80%. Она у нас от 85% до 96%. Перевозчик заверяет, что к работе на его маршруте у администрации города никогда не возникало нареканий. И обещает, что проблема решится уже завтра. Компания приняла на работу еще одного водителя. Местные жители говорят, что решение проблемы готовы подождать. Но терпение уже на исходе. В крайнем случае они намерены обращаться в суд, прокуратуру и приемную президента. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Массовый падеж пчел снова произошел в Алтайском крае. Так только в Салтонском районе после обработки рапсовых полей ядохимикатами полторы тысячи пчелосемей пострадало, больше трехсот погибло. При этом массовый мор пчел зафиксирован также в Целинном и Усть-Калманском районах. Пчеловоды с коллективной жалобой обратились в региональное управление Россельхознадзора. Жалко все равно. Но это же труд. Все ухаживаешь, сахар покупаешь, подкармливаешь их, стараешься. А тут раз, все с твоей стороны, я просто на пол вывалюю. Один из пострадавших пчеловодов, действующий участник СВО Глеб Клячин, столкнулся с проблемой прямо во время своего отпуска. Мужчина рассказал, что после обработки химикатами полей в Салтонском районе его семья разом лишилась половины пасеки. Из 180 ульев погибло 100. Недополучная прибыль, считает пасечник, превысит 3 миллиона рублей. Причина отравления – садят рядом поля с рапсом, травят их от всяких жучков, не жучков. А пчела, она опыляет этот рапс, берет с него нектар. Соответственно, фермер берет, заводит трактор, едет на поле, распрыскивает этот яд ночью. Утром, соответственно, пчела берет этот весь яд на цветке, заносит в улей, так называемый нектар, и вся пчела отравлена. Весь в улей травится от одной пчелы. Пчеловод рассказал, что об обработке полей фермер, как и полагается, предупредил заранее. Но в предупреждении значилось, что обрабатывать поля будут пестицидами третьего класса опасности. На практике же аграрий применил самые сильные ядовитые вещества первого класса. При этом от обработки полей химикатами пострадали не только пасеки в Салтонском, но и в Целином, а также в Усть-Калманском районах. Накануне пчеловоды с коллективной жалобой о массовой гибели пчел обратились в региональное управление Росельхознадзора. Если ведомство подтвердит факты применения опасных пестицидов, это станет основанием для мер реагирования. Подчеркнем, наша съемочная группа сегодня как раз работает в Салтонском районе. О размерах ущерба, а также предлагаемых в путях решения многолетней проблемы между пасечниками и аграриями расскажем в ближайшем выпуске новостей. А я пока продолжу. О Змеиногорске вновь должна узнать вся страна. С такой целью фильм о своей малой родине снял директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. В нем рассказывается о горно-рудном прошлом города. В 18 веке серебро горы Змеиной было чуть ли не единственным источником дохода имперской казны. Потому и лучшие инженерные умы страны тогда нередко отправлялись на Алтай. Ну а в судьбе Сергея Писарева Змеиногорск – это фундамент любви к природе. Мята. Ее было такое огромное количество на речке Змеевки и Корболихи. В полях Змеиногорска, говорит Сергей Писарев, в детстве он освоил главную науку – любовь к природе, без которой, возможно, после не появился бы и Барнаульский зоопарк. А еще малая родина оказалась неплохим учителем истории. Мы же лазили вот по этим шахтам, мы излазили их все. Мы знали, где входы, где выходы. Мы знали, откуда вытекает вода. Мы знали, где какие родники. Именно из алтайского серебра, из серебра, которое добывалось здесь, на горе Змеины, ковалась государственная казна. С середины 18 века и на протяжении 100 лет Алтай был кошельком империи, на 90% наполняя казну главной валютой – серебром. Неудивительно, что сюда направлялись лучшие инженерные умы страны того времени. Например, Казьма Фролов первым в мире создал систему из водоналивных колес, которая толкла руду и поднимала ее из шахт на поверхность, что раньше приходилось делать вручную. Это парк. Место притяжения горожан. Однако здесь находились механизмы гидравлической системы. А в этом месте находилось самое его сердце. Только в форме колеса. В неизменном виде до нас дошел Змеиногорский пруд, приводивший в движение механизмы первого автоматизированного рудника. А сын Казьмы, Петр Фролов, автор еще одного уникального проекта – первой в мире наземной чугунно-рельсовой дороги на конной тяге. Два километра чугунки соединили Змеиногорский рудник и плавильную фабрику, в 25 раз увеличив продуктивность перевозок. За один ход гужевой поезд всего с одной лошадью перевозил примерно 8 тонн груза. Ранее для такого объема требовалось 25 лошадей. Путь туда-обратно занимал 1 час 29 минут. Но к концу 19 века запасы серебра постепенно иссякли, поросла быльем и слава Змеиногорска. Исправить это своим фильмом и пожелал Сергей Писарев. В числе первых эту работу он показал министру образования края. И естественно, это просьба дать этот ролик всем школам Алтайского края, для того, чтобы узнали, откуда же пошли, а где корни-то развития экономики Алтайского края. Я отправил видеофильм «Наше алтайское землячество». И вы знаете, люди, которые сегодня живут в Москве и Санкт-Петербурге, они начинают говорить о том, что, слушайте, какая интересная история, мы обязаны побывать в этом городе. Так Змеиногорск, надеется Сергей Викторович, вновь станет известным на всю страну. Но уже как туристический город, чей Серебряный век еще не окончен. В Министерстве культуры раскрыли карты, кто приедет на Шукшинский фестиваль. Напомним, он пройдет с 23 по 27 июля. Традиционно откроются эти дни красной дорожкой у краевого театра драмы. Ведущий церемонии – молодой артист Иван Шахназаров, сын известного кинорежиссера Карена Шахназарова. Окончательный список звезд еще формируется, но уже известно, что на Алтай также приедут народные артисты России Ирина Алферова, и заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук. В Бийске 25 июля, в день рождения Василия Шукшина, пройдет большой книжный фестиваль. Ее главным гостем станет писатель Дмитрий Емец, автор книг Таня Гроттер. Говоря о гостях, которые будут у нас на пикете, наверное, в этом месте стоит и важно сказать, что в этом году с Росках на пикете у нас будет Мария Васильевна Шукшина. Это приятно, это важно. Она причем приедет с одним из своих сыновей. И после того, как мы завершим основную программу, завершающую наш фестиваль, для желающих остаться, послушать и, может быть, чуть-чуть потанцевать, у нас будет работать молодежная группа после 11. Жители края также ждут два крупных кинопоказа. Так, 22 июля в кинотеатре «Мир» состоится премьерный показ фильма «Куча» и встреча с авторской группой. Кстати, картину снимали в Барнауле. А 23 июля состоится показ фильма «Смотри на меня» по сценарию Андрея Кончаловского. История выйдет на большой экран только осенью, но создатели фильма разрешили показать картину на Шукшинском кинофестивале. Добавим, что полная программа фестиваля будет опубликована в конце этой недели. И в завершении выпуска маленькие жители Барнаула смогли освоить гончарное мастерство. За пять дней ребята с нарушением слуха своими руками сделали целый набор посуды. Кто проводит такие занятия, выясняла наша съемочная группа. Этих ребят объединяют несколько вещей. Нарушение слуха, интересные каникулы и новый навык. Каждый из них теперь маленький мастер в гончарном искусстве. Освоить ремесло они смогли в лагере при школе народного мастера Алтайского края Михаила Бывших. Финансирование проекта помогла грантовая поддержка движения «Первых». На протяжении пяти дней ребята пробовали разные техники работы с глиной. Лепка на гончарном круге, ручная лепка и не только. «Мне очень сильно нравится. Особенно лепка. Вообще я обожаю лепку. Я даже дома вообще люблю. Обожаю прям». «Какой ты ее видишь в конце, свою тарелку? Какая она будет?» «Ну, она у меня будет оранжевая, вся оранжевая». И все. Никаких точечек, никаких кружочков. Специалисты говорят, что такие занятия помогают детям выражать и оформлять свои чувства, развивать фантазию, мелкую моторику. А еще легче справляться со стрессом и замкнутостью. «Эту вещь можно использовать. Не просто поставить для красоты. Это можно использовать на кухне. Это можно где-то еще использовать. То есть это действительно сделано своими руками. Это очень важно в настоящее время. Это как сейчас происходит потребительство. Ребенку показать, что важно что-то сделать своими руками и подарить. И это будет выглядеть достойно, дорого и приятно». Пять дней – пять изделий, которые ребята смогут забрать домой. Кружки, кувшины, блюдца. И, возможно, для кого-то из этих ребят гончарный лагерь станет первым шагом на пути к делу всей жизни. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные или актуальные новости, звоните в нашу редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде. Мира и добра всем. До встречи. Продолжение следует...